Руслан Габрилёв Но вечер пятницы быстро подошёл к концу, а заряд бодрости ещё далеко не иссяк. Поздно ночью, выйдя из кафе, молодые люди направились домой. По дороге они заметили на обочине декоративные стойки с цветами. И беспричинно, находясь под воздействием алкоголя, стали вырывать цветы и бросать их на землю. Утро молодые люди были задержаны. Парни 23 и 24 лет раскаялись с содеянным и возместили райжелкомхозу ущерб, собственноручно посадив новые цветы в вазоны. Но возмещение вреда не освобождает от уголовной ответственности. Мужчинам предъявлено обвинение в хулиганстве, совершённом группой лиц. Около половины 12 дня работник одного из предприятий городского ЖКХ, проводя обкос травы около моста через реку Сож, чуть не спровоцировал ДТП. Вылетевший во время козьбы из-под триммера камень угодил в боковое стекло микроавтобуса. Водитель, который двигался по улице Фрунзе со стороны Новобелецы, от внезапного удара испугался, но сумел удержать руль. Пассажиру досталось несколько больше. Мы пересекали Новобелецкий мост и внезапно в боковое стекло влетел кирпич, который раздробил просто на мельчайшие осколки стекло, которое высыпалось на меня, то есть мне в голову, полностью на ноги я порезалась. Мы остановились, подошли непосредственно к сотруднику дорожно-строительного отреста, который производил кошение газонов. На что он, скажем, к этому отношения никакого не имеет, нецензурно выражался, даже не принёс свои извинения. Следует заметить, что это второй случай, произошедший рядом с этим мостом за сегодняшнее утро. Руководству жилищно-коммунального хозяйства города следует предпринять меры по минимизации числа подобных фактов. Очередная колба с артутью передана спасателям. Опасная находка найдена в одном из помещений областного гидрометеоцентра. В складском помещении при наведении порядка был обнаружен металлический цилиндр, в котором находился разбитый барометр с артутью весом 100 грамм. Работниками химической службы пожарно-аварийно-спасательного отряда данный цилиндр был изъят для последующей утилизации. Хочу напомнить всем гражданам, что пары ртути опасны для здоровья человека, поэтому при его обнаружении звоните службу спасения по номеру телефона 101. Вчера около пяти часов вечера в Центр оперативного управления Гомельского городдела по ЧАЭС от взволнованной девушки поступило сообщение об упавших в люк утятах возле остановочного пункта улицы Бородина. Вероятнее всего, что водоплавающие переходили дорогу и маленькие утята провалились в люк ливневой канализации через решетку. Утята находились в трубе диаметром 30 сантиметров между люком ливневой канализации и сборным коллектором на глубине 4 метров. Работники МЧС извлекли пять утят, которых потом выпустили в рядом расположенное озеро. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.